всем привет ребята приветствую на моем канале и сегодня я хочу засолить икру то есть точнее икра с карася только что перед копчением я его разбирал чистил и вот осталась икра я возьму немножко и попробую что-нибудь сделать типа вяленой икры что получится я все буду вам показывать и покажу получилось или нет сейчас нам нужно взять икру чистую мисочку сюда насыпаю примерно здесь пол кило примерно где-то пол кило икры у нас тут виден да сюда я буду бросать нитритную соль перец кардамон и паприку все это отправляется сюда буду солить только нитритной солью и вам тоже советую брать только нитритную соль правда если еще все получится все хорошенечко вымешиваем рецепт все промесили ну немножечко еще такой чтобы она была хорошо соленая вот видим да что у нас получилось теперь мы будем забивать такую вот оболочку колбасную нашу икорочку сейчас я набью и включусь покажу что у нас получилось так ну и вот ребята набили мы нашу колбаску есть немножечко пустоты то есть вот такая икра будет сейчас идет на два дня в холодильник она хорошенечко просолится внутри потом буду я коптить карасей холодным способом прокопчу еще еще принципе 12 часов а потом оставлю ее пускай она вялится посмотрим что получится посмотрим испортится она или нет то есть если все нормально получится а в принципе если не нормально я все сниму вам покажу напоминаю тут нитритная соль черный перец кориандр паприка поваренная если у вас поваренная есть большой шанс что все испортится лучше брать нитритную соль так мы будем смотреть что у нас получается вот как плотно набитый у нас батон так мы ребята смотрите вот у нас уже прошло пять дней два дня она была в холодильнике и три дня она уже сохнет сейчас я закину ее в коптильню холодного копчения и прокопчу еще часиков шесть то есть она уже видите такая становится плотненькая по чуть-чуть она уже начинает вялиться но еще мягкая то есть пахнет как вам сказать ну еще не рыба ничем то есть пахнет только оболочкой посмотрим что же у нас получится тут уже твердо ну а здесь правда закала нет закал закала нету так все сейчас кидаю в коптильню пока пчу еще немножечко и посмотрим что у нас получится ну потом ее после коптильни еще буду вялить конечно все идем коптильню в коптильне тут у нас каптится совака сюда я по вот сюда радостника повешу нашу икорку пускай тоже немножечко прокоптится так ну что не будем мешать пускай коптится все так ну и вот ребята прокоптили мы нашу палочку икры да ну и корку скоростью видим да что она стала намного уже твердая серединка еще такая жиденькая сейчас мы ее отправим наверно в холодильник и пускай она там вялиться так что будет получаться я ребята буду включать снимать и вам показывать пока вот вот что у нас получилось до запах приятный копченый кстати копченой рыбой пахнет очень очень сильно ну вот такая вот все ставим ее на вялку ну и вот ребята прошло у нас уже дней пятнадцать она у меня вялилась видим какой вид у нее стал плесени нигде не было как-то так сейчас я хочу вот разрезать показать что у нас же получилось то есть это я делал первый раз вот так снимем обвязочку шпата и то есть попробуем сейчас мы ее порезать ну что начинаем тонко мы ее не порежем вот видно да получилось какая игра сейчас попробуем на вкус так очень сильно хорошо чувствуется паприка хорошо чувствуется перец так соленоватая то есть соли можно немножечко меньше бросать ну а так в принципе вкусно особенно под пилком то есть будет очень даже хорошо вот так вот вкусненькая икра да как закуска к пиву очень хорошо очень вкусно очень вкусно паприка вообще чувствуется копчено копченость уходит вообще где-то на задний план то есть она не очень прокопченная больше такая она белая вот видим срез то есть это она такая упругая видите очень хорошо чувствуется перец это сразу говорю ну вот такое у нас получилось в принципе мне понравилось вкусненько единственное возможно дольше ее надо вяло чтобы она была вообще твердой ну а так в принципе в принципе она пойдет под пиво пойдет ну вот такое у нас получилось напоминаю что использовал я нитритную соль чтобы не было здесь палочек бутылизма или еще из чего-нибудь ну а так в принципе все так ну что ребят кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал до скорой встречи